Нет. У вас нет. Мы сейчас подали через канцелярию возражения. Мы просим приобщить их материалы дела и принять внимание при нанесении решения. А где эти возражения? Заявлены судебные расходы с подтверждением всех необходимых документов. Ваши судебные расходы? Да, наши судебные расходы. Мы считаем, что иск заявлен неосновательно. Более подробно я могу пояснить. В принципе, все очень хорошо. Значит, суд определил приобщить материалам дела возражения и в том числе направить в адрес из ЦАГ. Другие заявления Хадатаса будут? На данный момент нет. Присаживайтесь. Значит, и обсуждается вопрос о возможности рассмотрения дела в отсутствие представителя бакта. На ближайшем образом они извещены. Высказал заявление и просили рассмотреть свое отсутствие. Нет возражений? Нет возражений. Суд определил, значит, рассмотреть дело при данной явке. И докладываются материалы дела. Значит, состоялось обращение ПАО «Сумкумбак» Масла Денисова Анатольевича о заскании задолженности по кредитному договору с указанием о том, что 3 февраля 2020 года между ПАО «Восточный экспресс-банк» и ответчиком был заключен кредитный договор на сумму 230 000 рублей по 28% годовых сроком на 120 месяцев. Факт предоставления суммы кредита подтверждается выпиской по счету, а также документами при заключении кредитного договора. Рассроченная задолженность возникла 31 августа 2021 года и на 10 октября 2022 года составила продолжительность построчки 406 дней. Значит, просят заскать с ответчика сумму задолженности в размере 247 786 рублей 22 копейки, а также расходы по уплате государственной пошлиной. Вы, Денис Анатольевич, а власть за заявленные требованиями? Нет, не согласна, я не брал никаких решений. Пожалуйста, обласнуйте. Пожалуйста, слушаю вас. Давайте я послушаю эту ответчика, а потом представитель мне говорит. Скажите, годы говорите. Пожалуйста. Я хочу, чтобы... Вы вообще не обращались в банк за получением... Слушайте, может я обращался, но я помню, что вроде как... Ну, то, что они мне отказали в кредите. Угу. Вы какие-то документы подписывали? Подписывал бумаги, необходимые для подачи документов. Угу. Я ему сказал, ну да, какие документы подпишите там. И будет направлено в банк. Угу. Ну, не тому, что я повезло. Угу. Будет решение, они мне отказали. А как вас уведомили о том, что вам отказали? Просто сказали, вам отказано. Вам отказано. Да. Вы сказали, что вы подписывали кредитный договор и какие-то документы. Ну, какие-то документы, да, подписывал. Необходимые для подачи заявки. Противляется ли из дела 30, это кредитный договор. Вы посмотрите, пожалуйста. Это ваша подпись? Сюда поднимите. Отойдите? Нет. Ой. Ну, это ваша или нет? Ваша честь. Прошу нести в протокол мои возражения по поводу процесса. Подождите. Ваша честь. Я вам делаю замечание. Я общаюсь с ответчиком сейчас. Я вам советую без меня никаких вопросов не отвечать. Сядьте, пожалуйста. Это не ваша подпись? Вот вы говорите, что вроде что-то подписывали, а вроде что-то нет. Сейчас скажу вас. А? Я... У тебя есть представитель? У меня есть представитель, пожалуйста. Нет. Ну, это подпись ваша, а не представителя. Я извиняюсь. Жанна, я у вас это извиняюсь. Что происходит? Я предъявляю документы. Отвечу. Вам мой доведитель сказал все вопросы через представителя. Вы настоятельно пытаетесь добиться каких-то вопросов. Тогда я у вас прошу. Вот я готов ответить. У вас это подпись масла, если вы знаете? Или нет? Ваша честь. Значит, мне платят деньги за то, что я представлял интересы в суде. Хорошо. Тогда ответьте, пожалуйста, на вопрос. Я сейчас отвечу на все вопросы. В президентном договоре кем поставлено? Сначала я хочу, чтобы в протокол занести замечание. Кому? Это действие председатель. В отношении чего? В отношении того, как начался у нас процесс. А как у нас начался? У нас начался процесс, что вам мой доведитель дал конкретный ответ, что будет давать пояснение по всем вопросам его представителям. Вы не волнуетесь? Я очень волнуюсь, потому что для меня это впервые я такое встречаю, чтобы рот затыкали представителю, которому платят деньги. А почему ответчик не может выступить? Потому что это его право вести личные дела, либо через своего представителя. На данный момент он четко изъявил свое желание, чтобы все пояснения по делу добавляют. Хорошо. Я хочу, чтобы возражения были занесены в протокол. Я еще раз поясняю, что на данный момент мой доверитель имеет право вести дело в суде таким образом, как он считает нужным. И не надо его прессовать и требовать от него получения этого вопроса. Давайте я вас прерву. Пожалуйста, конкретный вопрос был задан председательством. Подпись в кредитном договоре. Значит, я отвечаю. Кем поставлено? Значит, отвечаю. Наша позиция по данному делу заключается в том, что документы, предоставленные в суд, никем не заверены, что это за подписи, когда они составлены, кто заверил эти документы, был ли заключен договор. У нас такой информации нет. На данный момент в деле имеются документы… Пожалуйста, примут ли вы участие в суде сами очень бурные выступления у вас представителя? Хорошо. На данный момент мы не можем пояснить по поводу этой подписи, потому что в данный момент в деле имеются документы, которые не заверены надлежащим образом, вообще не заверены. Просто писера копии каких-то документов. Это вот наша позиция касаемо того договора, о котором идет речь трехлетней давности. Вы сейчас спрашиваете моего доверителя, что он там когда-то что-то подписывал? Он вам дал пояснение, что да, возможно, он что-то когда-то подписывал, но он сейчас просто физически не может пояснить, когда и что он это делал. И поэтому не надо все-таки из него вытягивать ответы, которые он не может дать. Так он подписывал договор или нет? Или он не будет? Хорошо, давайте я еще раз зафиналю. Значит, он не подписывал договор, который имеется в материалах дела, потому что в материалах дела имеется незаверенная копия. Он не может помнить то, что было три года тому назад. Но не исключайте, что он мог подписать. Мы в нашей жизни не можем ничего исключать. Скажите, пожалуйста, также было подписано условие предоставления кредита, документы, подтверждающие, что он получил конверт с пин-кодом и картой, тоже, возможно, он не получал. И также была представлена ксерокопия паспорта на его имя. Ваша честь, еще раз повторюсь, я не устану повторять одно и то же. На данный момент в деле нет ни одного документа, который бы надлежащим образом был оформлен. Я вообще удивляюсь, каким образом были приняты в производство эти документы, потому что не заверен ни один документ, ни один документ, нет ни печати, нет ничего. Наша позиция, что все документы, которые находятся в деле, они не могут быть надлежащими доказательствами. Более того, если вы обратите внимание, и те возражения, к которым мы сейчас приобщили дело, мы говорим о том, что иск заявлен неосновательно. Почему неосновательно? Потому что оснований нету требований. Говорить о том, что договор был заключен. Потому что если мы исходим из того, на что ссылается в исковом заявлении истец, он ссылается на то, что якобы договор был заключен по правилам аферты. То есть он ссылается на конкретную статью 432, 435, 438. Но при этом в деле отсутствуют документы, подтверждающие принятие акцепта. То есть, возможно, мой доверитель и писал какие-то там заявления на предоставление кредита и тому подобное, но банк не акцептовал данную аферту. Одним из условий для акцепта – это выдача кредитной карты. Если вы внимательно посмотрите, то карту ему никто не выдавал. И когда заочное решение я ознакомился, я удивляюсь, как судья, вынося решение, говорит о том, что 2-3 февраля 2020 года был заключен договор, и в этот же день была выдана карта. Ну как же так может быть? Ну в материалах дела это совсем по-другому. Карта не выдавалась. Если вы обратите внимание, я прошу вас обратить внимание на лист дела 45. И на лист дела… Да, в базе на том, что карта выдана, ну и получена целостно. Какая карта, Ваша честь, и когда? В персональном рекордере подтверждают. Какая карта, когда выдана? Карта 425-534-071-204-5420. Когда выдана карта? 3 июля 2020 года. 3 июля 2020 года. А договор когда был заключен? Ну вы, наверное, знаете, когда заключен? Нет, ну я не знаю, когда заключен договор. Он, естественно, достоял соответствующие документы. Я сейчас даже не обсуждаю, что это незаверенные копии, что это непонятно что. Но он, даже то, что предоставляет суд, он говорит о том, что сначала была выдана карта, а потом через месяц был якобы какой-то договор заключен. Хотя в условиях этого договора, который он предоставил, незаверенную ксерокопию, четко сказано, что акцептуется со стороны банка путем выдачи кредитной карты, которую не было выдано. Давайте я вас поправлю, поскольку документы пришли в адрес суда, они заверены единой подписью в конце. Это тоже заверительная надпись. Вы ознакомитесь с материалом дела и узнаете, раз вы знакомились, то это... Ваша честь, я лично ознакомился 11 января, на тот момент мы производили фотофиксацию имеющуюся в деле материалом дела, я располагаю ту информацию, которая есть. Если вдруг появились заверенные копии, хотелось бы сделать перерыв, там, 5 минут, чтобы мне убедиться, правильно ли заверены документы, кем заверены документы. Вот, я вам показываю, здесь дело 45, видите, копия верна, специалист, банка. Это все вшито, это в едином документе пришло в адрес суда, и потом уже суд, вот, с конвертом в суд уже дальше, дальнейшие действия суда. А оригиналы документов где хранятся? Есть там отметки? Оригиналы, наверное, хранятся в банке, они не посылаются в адрес суда, а только по требованию. Ваша честь, есть определенные требования к заверению документов? Есть. Если копия заверяется, обязательно делается отметка о том, что оригинал находится там-то, там-то. Ну, это когда документы процессуального характера, это... Если суд, или вы сомневаетесь в подлинности, мы можем запросить и уже проверить на подлинности. Ваша честь, я не то что сомневаюсь, я вам заявляю о том, что документы, на которые ссылается истец, являются недвижащими доказательствами, потому что мой доверитель никакого договора не заключал. Потому что аферта, так сказать, предложение заключить договор, а именно выдать кредит, со стороны банка не было акцептовано. И тому подтверждение отсутствия тех всех совокупностей действий, которые банк должен был произвести. А какие должен был банк произвести действия? А мы можем открыть приз дела 32 и посмотреть. Там последний абзац, тот договор, на который не ссылается, в частности, а это выдача кредитной карты. То есть вы именно ссылаетесь на то, что кредитная карта не могла быть выдана раньше, чем заключен кредитный договор. Да карта кредитная не выдавалась. Не выдавалась. Ее и нет. Ранее обращался в банк, именно в Соткомбанк, либо в Восточный банк, за получением кредитной карты до 20-го года. Ваша честь, я не знаю, обращался, я сейчас поясню, что кто-то, и не надо спрашивать у моего доверителя. Наша позиция, что сторона, которая обращается в суд и требует что-то там с другой стороны, должна доказать свои требования. Может быть и были какие-то договорные отношения, может быть и не были какие-то договорные отношения. Я считаю, что это не является предметом данного судебного разбирательства. В любом случае, мы сейчас рассматриваем тот договор кредитный, на который они ссылаются, который они предоставили. Мы вам говорим, что по условиям этого договора кредит никакой не брался. То есть они заявляют о каких-то 260 тысячах. И о том, что согласно условиям этого договора, для того, чтобы его считать заключенным, со стороны банка должна быть была выдана кредитная карта. Моему доверителю. Но из материалов дела, в том числе из той копии, опять же, никем не заверенной расписки о выдаче карты, непонятно, какая карта была выдана кредитная. И самое главное, хочу обратить внимание, что эта карта была выдана давно, то есть до заключения договора. То есть эта кредитная карта, либо дебетовая карта, или тому подобное, в чем-то там две карты. Они не имеют никакого отношения к кредитному договору. И это очень важное обстоятельство. Никакая выписка по счету и тому подобное не доказывает то, что ему там наличными деньгами выдавали, либо там каким-то еще образом. Потому что есть определенные банковские документы. Это называется ордер. Человек, когда берет деньги наличные в кассе, он расписывает за то, что он там документально это все оформляется. А никакая выписка, понимаете, не может быть доказательством, надлежащим доказательством, что кто-то чего-то какие-то взял деньги там. Я вам сейчас таких выписок могу сколько угодно нарисовать. Пожалуйста, а как вы полагаете, почему тогда банк обратился именно к вашему доверителю? За застанем денежного? Ваша честь, а я вам скажу, у нас, вы понимаете, я не первый раз уже сталкиваюсь с такими делами, микрокредитные организации. Знаете, как сейчас бизнес такой у них. Видимо, клиентов у них мало стало в связи с кризисом в стране, денег мало у людей. Они просто берут людям, переводят какие-то денежки. Есть у них определенная база данных, паспортные данные, и просто у меня есть паспортные данные на Иванова Ивановича. Я знаю об этом, я Иванову Ивановичу перевожу какую-то сумму, допустим, 5 тысяч. А через какое-то время я подаю в суд судебный приказ и взыскиваю с него сумму 5 тысяч плюс 150% сверху. Откуда тогда данные паспортные у этих людей? Это хороший вопрос, это очень хороший вопрос. И я считаю, что очень многие банки в наше время не хранят персональные данные своих клиентов. И они почему-то попадают и в социальные сети, и мошенники постоянно звонят. Понимаете? Хотя вот мне звонят даже, хотя я не беру никаких кредитов в банки и тому подобное. К сожалению, у нас так устроено, что мошенники откуда-то достают эти данные. Постоянно происходит какая-то утечка. Я считаю, что в данном случае вот этот банк, он занимается не той деятельностью. Потому что если бы он заключил надлежащим образом договор, он бы предоставил сюда заявленные копии, надлежащие копии подтверждения своих требований. А в данный момент нет в деле ничего. Когда отменялся судебный приказ, вы знали о том, что уже банк требует какие-то денежные средства, с масла Дениса Анатольевича, куда-либо в банк обращались, в том числе с указанием, что вы не брали кредит, и никакие кредитные обязательства не должны нести. Можно ли там суд о признании договора не заключенным, либо еще с какими-либо требованиями? Ваша честь, вот если есть спорная ситуация, мы можем подать встречный иск о признании договора не заключенным. Но как я вам ответил, что в данном случае договор заключается, и это в самом договоре, который в деле имеется в серокопии, прям прописано, что этот договор заключается путем акцепта на аферту. То есть то, что люди могут подписать на одном листе бумаги, это не означает, что договор заключен, потому что условия исполнения и заключения этого договора конкретно оговариваются, что со стороны акцептанта должны быть выполнены определенные действия, и только после этого договор считается заключенным. То есть человек приходит, любой человек в банк, оформляется необходимые документы, и дальше он ждет одобрения. Будет это одобрение, не будет одобрения. Обычно как? Человек пришел, все документы оформил, и там через какое-то время ему перезвонили, говорят, кредит не одобрен, понимаете? А документы в банке все остается. Так вот, дело в том, что очень много людей оставляют такие свои персональные данные, приходя в банк, подписывая соответствующие необходимые документы, но по факту договор не заключается, деньги не выдаются. А потом вот у нас получаются вот такие дела, которые просто непонятно на каком основании заявляются. У вас все? И еще хочу обратить внимание, что моя позиция, и я считаю, что такая позиция должна быть у всех граждан, не надо бегать, обивать пороги вот этим коммерческим организациям, поддаваться на мошенничество, уговоры, обманы и тому подобное. Чем меньше ты ходишь в эти инстанции, тем больше шансов, что тебя не обманят. Поэтому я считаю, что если кто-то имеет какие-то претензии, он обращается в суд, и в суде на законных основаниях это доказывает. На данный момент я не вижу оснований мне обращаться в банк, либо моему доверителю обращаться в банк и выяснять какие-то там непонятные вопросы. Мы еще раз хочу обратить внимание, речь идет о трехлетней давности, каких-то там, с их точки зрения, взаимоотношений. Трехлетней давности. В принципе, это срок исковой давности. Человек физически не может помнить, что, когда, где он приходил, что, когда конкретно подписывал. Но если у него немного кредитных договоров, он может помнить? Да какая разница много и немного. Понимаете, я встречался с людьми, которые вот я сегодня разговариваю, а он завтра уже ничего не помнит. Понимаете? А есть люди, которые много помнят. Это не показатель. И мы здесь все-таки хотим, ну, должны рассматривать на основании документов. У нас все-таки отношения между юридическим лицом, тем более таким, как банк, который имеет юридическую фирму у себя в организации, охранную фирму и много чего, понимаете? И обычный гражданин, который имеет право быть юридически неграмотным и тому подобное, которого легко обмануть. И, с моей точки зрения, нельзя остановиться на позицию сильного и говорить о том, что, ну вот, а возможно это вот как-то не так. Да невозможно и не так. Есть конкретные документы, материалы дела, в частности, что кредитная карточка не выдавалась, договор не заключен. Точка на этом решение. До свидания. Пока не научится соответствующим образом заявлять свои требования и подтверждать это документально. Как минимум уважать и суд, и противодоводству сторону, заверять документы, да, лежащим образом. Просто я вот это немножечко не понимаю. Когда сторона просто вот так вот бросает непонятно что, и суд принимает эти документы и еще начинает рассматривать и выносить решение. Не дай бог бы Денис Анатольевич бы приложил незаверенную копию доверенности, там или еще что-то. Был бы повод отказать в приеме искового заявления. А здесь все прокатывает. Извиняюсь за выражение. Считаю, что иск заявлен неосновательно. В связи с этим мы просим не только взыскать судебные расходы на мои услуги как представителя, но и взыскать вознаграждение за потерю времени. Потому что Денис Анатольевич занимается тем, что отменяет заочный приказ, ходит снимать материалный делок и так далее, и так далее. Денис Анатольевич участвует, да, он участвует в моем присутствии, но он тратит время. То, что он сказал, что он безработный, это опять же, он немножечко неправильно трактует. Он не то, что безработный, он официально не работает, но он занимается работой. Все время, которое он здесь такой, он за это время зарабатывает деньги. Там, как угодно, в такси, на стройке и тому подобное. Поэтому я своим клиентам всегда говорю, что не говорите, что вы безработный. Самозанятый. Поэтому мы просим не просто отказать в выиске, а чтобы неповадно было все-таки взыскать из ЦАК судебные расходы в полном объеме, в том числе за потерю нами времени. У меня все. Спасибо. Что-то хотите добавить? Понятно. Присаживайтесь. Значит, с поступившими разорожениями, судебное заседание будет отложено, и судом будет исследовано, значит, в банке, подлинники договора о кредитовании, заключенного с маслом Денисом Анатольевичем, документы, 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 договоры личного страхования, заявления архива, также сведения о получении кредитной карты, в основании данного кредитного договора, и, значит, документы, подтверждающие зачисление на счет карты денежных следов и движение по счету карты. В связи с тем, что возражения поступили только в судебное заседание, значит, сторона ответчиков правильно отправить эти возражения в адрес банка, в том числе и с приложением документов, которые, на самом деле, попросите изыскать судебные расходы за обучение представителя, в том числе за компенсацию расходов, вы заблаговременно это не выполнили. Ваша честь, разрешите разрешение? Да, подождите, пожалуйста, я еще не закончила. И, а также в судебном заседании представителю банка необходимо будет представить подлинные доказательства о получении кредитных карт, если они получаются, выданные нами, Дмитрия Масла, Дениса Анатольевича. Пожалуйста, слушаю вас. Прошу занести протокол судебного заседания возражения. По порядку. Значит, первый момент. Я никак не отреагировал на то, что вы сказали, что мы там на пять минут задержались. Мы пришли в судебное заседание вовремя. К сожалению, в приемной, в канцелярии, там была очередь, перед нами обслуживался человек, поэтому мы немножко не смогли вовремя подать эти возражения, которые до вас все-таки дошли. Это первый момент. Мы в суд не опаздывали, к сожалению, так произошло, не зависит от нас причина. Первый момент. Второй момент. Все-таки мы исходим из того, что впервые здесь оказались, потому что никакого предварительного судебного заседания не проводилось. Я вообще исходил из того, что сегодня будет предварительное судебное заседание. Мы будем определять, скажем так, перечень документов, которые должны, какая из сторон, предоставить. С точки зрения гражданского профессионального законодательства, с нашей стороны не предусмотрена обязанность предоставлять ответчику копии каких-либо документов. Это его право участвовать в деле, ознакомиться с материалами дела. Он изъявил такое желание не участвовать. Более того, он исковое заявление просил просмотреть в его отсутствие. Он знает свои права. Это второй момент. И третий момент, самый главный. Все-таки, Ваша честь, я все-таки считаю, что у нас состязательность и равноправие должно быть. Если им было предложено предоставить доказательства, и они посчитали, что они вот такие доказательства предоставили, либо не предоставили, либо не надлежащим образом охотненные, не надо им помогать, подсказывать, говорить, намекать и тому подобное. Потому что это уже получается содействие со стороны суда одной из стороны, вот сильнейшей стороны. Я считаю, что суд должен выносить решение по имеющимся в деле доказательствам. Считаю, что вот это вот возражение должно быть занесено в протокол и пресечены действия, связанные с собиранием доказательств по инициативе суда за сторону истца. Истец не ходатайствовал, чтобы вы там содействовали в чем-то. Все доказательства они могли предоставить. В связи с тем, что вы оспариваете, что вообще кредитный договор мог быть заключен и он ненадлежащим образом как-то оформлен, поэтому суд истребует подлинги этих документов. Это право суда. Я обожаю... Проверить те документы, в основании которых были заявлены на тренинг, либо какие-то возражения. Вы заявили в разрешение. Ваше честное, я всего лишь обращаю на это внимание. Ни в коем случае я суду не указываю там и ничего. То есть я просто обращаю внимание, что с моей точки зрения, субъективно, естественно. Суд в данный момент берет на себя инициативу. То, что документы там как-то не соответствуют, я уже уделил этому достаточно много времени, то, что в принципе эти документы изначально должны были быть поданы либо в оригиналах, либо в заверенной копии надлежащим образом. Этого ничего не было сделано. Здесь не нужна наша позиция. Что-то раз уж раздражаем. Мы не возражаем. Мы в принципе могли даже так как заявление. Прошу рассмотреть по имеющейся в соответствии доказательствам, и в наше отсутствие. И суд должен был вынести законное решение. Не такое заучное, которое мы почитали, которое, благо, отменили, потому что там сказано, что кредитная карта выдана в день заключения договора. Ну, так же это может быть, если мы берем документы, там этого нет. Поэтому я считаю, что суд в данной ситуации не должен брать на себя инициативу и собирать документы. Это мое личное мнение. Спасибо. Значит, суд определил те действия, которые уже определил, и судебное заседание значит, оплатывается на 1 марта на 11 часов 30 минут. Судебное заседание. Так, мы хотим сейчас написать заявление об ознакомлении с аудиопротоколом судебного заседания. Пишите. Все, просто, ну, вы смотрите, как у нас в последний раз было в судебном заседании, нам секретарь просто прям сразу же при нас чик-чик, дал компакт в диске, все. А, вам диск нужен. Вы напишите заявление, вам данный диск оформленный. Смотрите, мы обычно пишем, что ознакомить. Мы знаем, что в суде не хотят этим заниматься, чтобы сидели тут, уши грели, там, ознакомились. Как правило, дают компакт-диск. Мы с этим соглашаемся. Просто, если мы попросим компакт-диск, да, это будет отдельная наша просьба. Просто есть просьба ознакомить с протоколом, а есть просьба дать копию. Вот мы не просим дать копию. Копия, это, ну, мы даже свой носитель предоставим. Запись диска. Если сводить все, то конец конкретику, да, нам нужна копия диска. Нас это устроить. Хорошо. Все. Но мы будем просить ознакомить с аудиозаписью, а вы нам дадите копию. Все. Все. Пишем. Пишем. Я считаю, что данное судебное заседание должно быть предано общественности. что, если честно, я немножко в шоке был, когда просто где рот затыкают, ну, я в шоке. Весь предел. Реальничный предел. Что решится? Ну, будь оригиналом, ну и что? Акцента нет. Крудовор с картами никакой ничего не получал. Кто-нибудь может показать? Поделают. Ну, ну, поделают, знаете, что я считаю, что есть. Денис, я знал, что сегодня отложат, потому что, по идее, должен быть предварительно судебное заседание. А у нас, видишь, как все. Да, как у нас судьи защищают власть. Ну, потому что ты не банк. Был бы ты банком, с тобой по-другому бы разговаривали. Ну, да. Пожалуйста, что не банк. Я думаю, все нормально будет. Судьи разновались, нормально решение. Субтитры создавал DimaTorzok